Всем привет! Сегодня наконец-то покажем самый мощный паровый чиститель из домашнего класса SC5. Чуть-чуть расскажем про него, характеристики. Давление пары на нем самое высокое, 4,2 бара, вес у него 6 килограмм, вот такой дизайн прикольный, довольно моднявый. Система два бака у него, один бак интегрированный вот здесь на пол литра и второй полтора литровый бак, который снимается. Можно удаливать работу с ноутопом. Также имеем подключение такого образа, то есть можем подключить к нему уже и утюг. Стандартные насадки, большие, маленькие, длина провода 6 метров. Как видим еще одна фишка у него это есть регулировка пара. Можем с маленьким паром начать побольше и еще можем достать горячую воду, то есть тоже где-то надо. И вот тут у нас находится сам бойлер и сюда также вот есть место спрятать насадочку. Есть белая версия, у белой версии будет намного круче комплектация, больше. Как мы открываем этот бойлер, вот видим у палки есть таких два разъема и просто вставляем и откручиваем. Воду можем не заливать, заливаем только туда и он сам будет пересасывать. Тут тоже сзади есть емкость, что-то положить. Провод спрятать также. Вот тут для палки есть место. Тут можно повесить саму насадку. Ну что, про него в принципе все рассказали. Время нагрева 3 минуты, довольно быстро. Сейчас будем пробовать работать. Сейчас он выключен и видим, когда включаем начинает моргать, то есть пока она моргает, то есть он нагревается. В течение трех минут должен нагреться. И в данный момент этот звук, это он пересасывает с этой емкости в бойлер и там уже нагревает. Потом просто доливаем все время сюда и работаем нон-стопом. Вот сейчас он перекачает сколько ему надо и будет уже звука не будет этого. Ну и как во всех моделях, он имеет блокировку. То есть видим блокировка и разблокировано, чтобы можно нажимать. Прошло 3 минуты, он нагрелся. То есть и первое, что надо сделать, это выпустить первый пар, чтобы ставим на насадку тряпку, чтобы она не была мокрая. Видим, он сначала поплюется и насадку ставим только тогда, когда уже идет чистый пар. Сейчас покажем, вот, покрутим и чувствуете, что сразу пар, мощность пара меняется. Вот, больше, больше наполним. И сейчас мы накрутим там, где вода. Покажем, что будет с режиме воды. Видите, он идет с паром и дополнительно еще идет вода горячая. Сразу тоже такая функция. И что я вообще взял потестить, потому что вот у нас тут взорвалась бутылка с соком и все швы стали грязные. И вот именно эти швы я хочу почистить и чтобы они были светлыми, как раньше. Вот этот квадратик. Как видим, влаги не так много, что очень хорошо. Если мы брали какой-нибудь SC1, там влаги было вообще много. Тут вот этот пар очень хороший и влаги, так скажем, минимально. Так, вот видите, сколько грязи. То есть выгоняет все нормально. Ну и как всегда, конечно, это очень хорошая дезинфекция. Сразу, конечно, может, изютак не так виден, потому что швы мокрые и их надо высохнуть и тогда будет уже виден хорошо. В ванной у нас вот та же история. Видим швы чистые, грязные, поэтому мы тоже пройдемся, обновим. Еще одна вечная проблема – это вот краны вокруг них чистить. Ну, мы будем это делать. Вот где, кстати, эта функция с горячей воды хорошо. Сейчас я понял, для чего. Вот, например, если вот тут этих швов, чтобы грязь вылетала, да, идеально вот режим с водой. И он сразу же это все вымывает. Ну и напоследок, вот тут здесь слив. Как всегда, тут такая корка. Не умею очистить. Да и саму ванну хорошо пройти. И когда вот заканчивается вода, вот моргает, моргает кран такой. И пока не зальем, то есть вот он уже все по парне идет. Вот. Ну, заливать не будем, так как я закончил. Вот это два индикатора, то есть заливаем в эту и опять тогда он пересасывает бойлер и работаем дальше. Так что для ванны идеальная дезинфекция, плюс чистка. Сейчас смоем водой и все. Ну вот, видим швы чистенькие. До этого были не совсем чистые. Вот, почистили и все. Идеально. Ну и тут тоже, в принципе, хорошо. Поехали.